То ли чем проведем для вас традиционные два технико-экономических вебинара, то есть первый вебинар это будет вводный азбука Skyway для тех, кто только погружается в проект, ну а соответственно далее будет такой вот обзорный вебинар по нашим текущим вопросам, то что нас на сегодняшний день приверженцев проектов Skyway интересует. На этот вебинар обычно переходят те люди с азбуки Skyway, кто заинтересовался проектом, но для начала дорогие друзья, я хотел бы запустить опросник и уточнить в который раз вы присутствуете на подобных вебинарах, потому что это для нас достаточно важно. В основном мы позиционируем вводные вебинары, как вебинары для тех, кто только начинает погружаться в проект Skyway. Часто люди с самого начала не голосуют по каким-либо причинам, но собственно самое главное это принять для себя, либо не принять наоборот информацию и выстроить дальнейшее движение по вопросу Skyway. То есть либо сотрудничать, либо нет, потому что на самом деле на сегодняшний день мы находимся на тех этапах, когда либо человек заинтересовывается проектом, либо он ему абсолютно не интересен и все равно, что бы ни показывали, какие бы результаты не были достигнуты, человек не присоединится к проекту Skyway. Многие присутствуют второй, третий раз, так как с первого раза может быть не до конца понятно. И на вводном вебинаре мы в основном говорим одни и те же вещи, но что остается неизменным, то что это действительно проект, который дает возможность изменить как свою личную жизнь, так и собственно если сложить множество людей, то они изменят и лично в первую очередь Анатолий Эдуардович Юницкий, воплощая технологию жизни на финансирование от тех людей, кто поддерживает проект на данный момент, мы сможем изменить и жизнь нашей планеты. То есть это сопричастность действительно к серьезному великому событию, не побоюсь этого слова. И если, допустим, Сергей Анатольевич развивает проект уже более 16,5 лет, обязательно в конце вводного вебинара Сергей Анатольевич подключится, то я развиваю чуть более 2,5 лет, то есть на 14 лет меньше. Но я могу сказать, что сейчас и в жизни не могу представить без проекта Skyway своей, так как и рад на самом деле, что на тот момент, когда я занимался, я уже не работал на наемных работах, то есть давно у меня был свой бизнес и так далее, потому что пришлось бы уволиться. И многие делают выбор в развитии именно проекта Skyway, потому что это действительно становится смыслом хотя бы бизнес-части жизни многих людей, кто на сегодняшний день поддерживает проект Skyway. И таких людей тысячи по всему миру, 80 тысяч людей поддерживает проект Skyway в виде ежемесячного инвестирования. То есть у нас действует система рассрочек, чтобы закрепить условия, потому что условия на текущих этапах могут поменяться очень быстро. И, соответственно, более 500 тысяч людей просто зарегистрировались в проекте, наблюдают за развитием, переходят из разряда наблюдателей в разряд инвесторов. То есть инвестировать можно от 50 долларов. Ну и, соответственно, просто зарегистрируясь в проекте, можно получить минимальный пакет обязательств, который выделен был изначально Анатолием Эдуардовичем Миницким для популяризации проекта. Ну и это достаточно благородный жест, потому что через 10-20 лет, я даже не могу себе представить, какая ценность будет у этих 100 единиц, а человек когда-то просто зарегистрировался. Но если делать упор на словосочетание когда-то, то давайте вспомним, вернемся в историю, каким образом зарождался интернет, каким образом было встречено непонимание у тех людей, кто не верил, что не то, что компьютеры станут персональными действительно из вот тех шкафов, которые я еще помню в Советском Союзе. И вот когда фильмы, мультики транслировались, научно популярные, никто не мог представить, что сегодня устройство под названием смартфон будет генерить то количество информации, обрабатывать то количество информации, звонков, которые вся московская городская телефонная сеть ранее обрабатывала. И с этим действительно невозможно поспорить. Невозможно поспорить и с законом Мура, то есть увеличение каждые два года вдвое, как минимум количество транзисторов на интегральной микросхеме. Невозможно поспорить, что сейчас мир интернет вещей, это не то, что находится в интернете, находится в поисковиках. То есть этот термин обозначает все вещи, которыми мы пользуемся, которые связаны с нами, либо между собой, через Wi-Fi, через интернет. То есть это технологии мира интернет вещей. И они оцениваются на сегодняшний день, дорогие друзья, в более чем десятки триллионов долларов. В ближайшие годы McKinsey, то есть это консалтинговое серьезное агентство, прогнозирующее тренды развития тех или иных индустрий и технологий, говорят, что при текущих этапах в 35 триллионов долларов в ближайшие менее чем 5 лет вылится экономический потенциал интернет вещей. Естественно, пятый технологический уклад, это хай-тек технологии, он еще не исчерпан. И каждый технологический уклад, он имеет свои взлеты и, соответственно, далее уходит на закат, далее на угасание и нападение. То есть, соответственно, и этот месяц, это время все равно настанет, когда будет уже закат. И сейчас, дорогие друзья, я могу сказать, что мы находимся на заре, на рассвете эры Transnet. То есть, это эра будущей мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, социальной и даже финансовой сети. И сеть Transnet основана, это уже будет в железе, в бетоне, в проводах и так далее. И в путевой структуре сеть, это будет не виртуальная сеть, по которой будут перемещаться реальные подвижные составы. Это будут высокоскоростные подвижные составы. И вся эта сеть, естественно, будет базироваться на основах струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И многие люди на сегодняшний день, дорогие друзья, ожидают того, что произойдет наконец-то то событие, которое позволит нам не только быстро перемещать из точки А в точку Б денежные средства посредством виртуальных денежных переводов, не только пользование интернетом и когда мы можем открыть наш смартфон, ноутбук, либо планшет. И зайти в интернет, скачать в любой точке земного шара любой объем информации и передать ее через файлообменники. На сегодняшний день это стало реальным. Пообщаться через скайп, через видеосвязь, слушать. Сейчас в данной вебинарной комнате вебинар через, опять же, видеосвязь, через цифровой сигнал, который поступает вначале на мою веб-камеру. И далее все это передается каждому пользователю, который подключился через виртуальное соединение, непосредственно через свой компьютер, чтобы слушать данный вебинар. Раньше этого все и невозможно было представить. И я приведу по значимости нового транспортного внедрения. Кто желает, пользуйтесь этой аргументацией. Я уже начал пользоваться при знакомстве людей с проектом Skyway. Три значимости, три меры ценности высокоскоростного быстрого перемещения. Ну и, естественно, желательно, чтобы оно было дешевое, комфортное, безопасное. То есть, первая ситуация, когда я, проживая в Челябинске, лечу в Москву, для того, чтобы просто встретиться с друзьями, знакомыми. То есть, я не ограничен во времени. И, в принципе, поздавили или нет, большой разницы нет. Естественно, мне не хочется ожидать рейса. И я хотел бы добраться вовремя в Шереметьево, Домодедово или какой-либо другой аэропорт Внуково, города Москва. Но, в принципе, в данной ситуации я переживу тот факт, когда происходит задержка рейса и так далее. Я выберу, скорее всего, перемещение самолетом, так как оно наиболее быстрое. Можно также выбрать и поездом, и даже доехать из Челябинска до Москвы на автомобиле. При желании можно на велосипеде вообще поехать. Но это, естественно, займет большее количество времени. Вторая ситуация. Когда я опаздываю на важную встречу, когда я должен конкретно быть, соответственно, в Москве, в определенном месте, встретиться с определенными людьми, я не имею права опаздывать. Естественно, я выберу самолет. И сегодня авиакомпании сотни долларов в минуту расходуют на затраты по топливу. И один самолет может занимать только один воздушный коридор в ту или иную единицу времени. То есть два самолета не могут в одном воздушном коридоре полететь, потому что, собственно, логистика и диспетчеризация не допустят такого события. И третий момент, к примеру, как вот сегодня спешат на пожар скорая помощь, пожарные, на какой-то вызов скорая помощь и пожарные. И, к примеру, необходимо срочно человеку доставить донорский орган и врачи какой способ выберут. То есть, естественно, это будет самое высокоскоростное перемещение. И вот тут начинает любой человек, я думаю, задумываться, потому что в эту ситуацию может попасть каждый, насколько ценно высокоскоростное перемещение. То есть, кому действительно эта аналогия показалась близкой, поставьте плюсики и, пожалуйста, используйте это в переговорах. Потому что, на мой взгляд, я вот недавно это вычитал с одной из книжек, привел аналогию, естественно, на Skyway. Действительно, такая подмена понятий и сразу понимаешь ценность быстрого высокоскоростного перемещения. Дорогие друзья, что говорить про те корпорации, которые используют транспортно-логистические процессы в качестве своей либо основной деятельности, либо перевозят товары, грузы пассажиров. Мы уже говорили о пассажирах. Но насколько сильно вообще замораживаются оборотные средства компании, когда грузы перемещаются с намного меньшей скоростью, а скорость перемещения в железнодорожных составах примерно 20 км в час. И не всегда эффективно перевозить, допустим, взять руду на самолетах. И, естественно, это огромные потери, естественно, это огромные убытки. И многие ищут это законченное решение. Так вот, дорогие друзья, я могу сказать, что обязательно все это решение увидят. И сегодня уже горнодобывающие компании потенциально являются нашими заказчиками и ведутся уже переговоры по инициации адресных проектов по горнодобывающим направлениям в том числе. То есть Skyway – это действительно такое заполнение недостающей информации в транспортно-логистическом информационном поле. И Skyway с собой решит проблему бреши мировой транспортной логистики. Но все, дорогие друзья, началось не 10, не 20 лет, а началось еще в конце 70-х годов, когда Анатолий Эдуардович Юницкий представил первые чертежи, первые концепты, первые эскизы. Это действительно гениальный человек нашего века, это Леонардо да Винчи нашего времени. И на тот момент Анатолий Эдуардович развивал общепланетное транспортное средство. Естественно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологический уклад. И когда не появился интернет, о каком общепланетном транспортном средстве и о какой концепции выноса промышленности в открытый космос можно вести речь. Но попытки были, попытки очень стремительные, очень настойчивые. И со многими чиновниками, со многими научными деятелями. Анатолий Эдуардович и те люди, кто его поддерживал, общались. Но все пришло к тому, что уже после конференции международной по неракетной индустриализации космоса в 1988 году, когда Анатолий Эдуардович Юницкий представил концепцию общепланетного транспортного средства, уже после этого было понятно, что стоит развивать оптимизируемый из данной серьезной инженерной концепции, я имею в виду общепланетное средство, и оптимизация привела к созданию высокоэффективного, дешевого и более простого в строительстве, чем глобальное инженерное сооружение струнного транспорта. То есть каким будет выглядеть общепланетное средство при его реализации, давайте, пожалуйста, посмотрим видео. Я думаю, что каждому хотя бы представлять стоит, каким образом можно вывести промышленность в открытый космос. Еще в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович Юницкий это все вывел на... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас идет вводный технико-экономический вебинар, и единственной нашей целью является донесение информации не до балаболов, а до тех людей, кто действительно интересуется проектом. Так вот, дорогие друзья, общепланетное средство было оптимизировано до струнного транспорта, и в 70-х годах было рождено первое поколение. Я могу сказать, что в 2000-х годах было произведено уже революционное, действительно, эволюционное для Skyway, для Transnet событие. Это испытание технологии на технопарке в городе Озеры, который финансировал, кстати, дорогие друзья, губернатор Красноярского края, Лебедь Александр Иванович, которого, в свою очередь, убедил Сибиряков Сергей Анатольевич, оказавшись случайно в одном самолете. Сергей Анатольевич не побоялся, и, используя тот принцип, который мы сегодня все используем, продвигая проект Skyway через народное финансирование, я не побоюсь этого слова, и, собственно, Сергей Анатольевич рассказал Лебедю Александру Ивановичу, каким образом можно вывести в мировые экономические лидеры Российскую Федерацию с помощью всего лишь нескольких адресных проектов, естественно, выслушав, проанализировав всю эту информацию, перепроверив эту информацию. Лебедь Александр Иванович задал вопрос, а где можно посмотреть на вашу технологию? Ну, собственно, 1 к 5 можно посмотреть в Коломенском парке, и на тот момент еще не был демонтирован образец подвижного состава на струнной путевой структуре масштабе 1 к 5, и Лебедь Александр Иванович все это увидел. Буквально через несколько недель был выделен первый транш финансирования, и всего более 300 тысяч долларов инвестировал из личного губернаторского фонда Лебедь Александр Ивановича. Зил, уходящий в небо, так мы его называем, это действительно исторический памятник Skyway, он профункционировал с 2001 по 2009 год, и это была серьезная подвижная лаборатория, дорогие друзья. В 2009 году была проведена презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву, и, собственно, после этого по реакции на тот момент президента планировалось к выделению миллиард рублей на создание технологии Skyway, но, к сожалению, неизвестными лицами по неустановленным причинам данный технопарк был разобран, распилен и увезен в неизвестном направлении. То есть, остались только, так скажем, обрывки, обрубки опор, обрывки путевой структуры, и вот недавно нашли Зил, мы обязательно его привезем и поставим на текущем экотехнопарке, и, собственно, это действительно историческое реликвие. Мы очень благодарны этому этапу, потому что тогда было испытано второе поколение струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, собственно, сейчас мы уже продвигаем четвертое поколение. В 2013 году был предпринят достаточно рискованный, казалось бы, шаг, это народное финансирование, но он был оправдан, дорогие друзья, потому что после 2009 года происходило общение с различными государственными чиновниками, с олигархами, так и иностранными, так и российскими, но все заканчивалось одним и тем же. То есть, изобретателю долю компании минимальную, и, собственно, будь что будет дальше с компанией, технологию выведем на рынок, как-то будем ее развивать, ну и, собственно, естественно, на такие условия Анатолий Эдуардович не мог ни в коем случае согласиться. Началась новая веха в развитии Skyway, в развитии сети Transnet, это начало краудинвестинга. Либо я могу сказать, что народное финансирование, понимая даже иностранцы, и поддерживают нас уже более 79 странах мира. И это именно та причина, почему я сегодня вещаю вебинар, почему Сергей Анатольевич начал еще в 2014 году вещать первые вебинары. Я на них учился и с удовольствием, когда есть свободное время, пересматриваю первые вебинары, потому что открываешь всегда для себя что-то новое. На сегодняшний день те люди, которые поддерживают проект Skyway, либо рублем, либо просто зарегистрировавшись и распространяя эту информацию, потому что если вы распространяете просто зарегистрировавшуюся информацию, то не исключено, что через 5-7 людей, может быть через человека, человек, который очередной заинтересовался, зарегистрировался в проект, изучив новости, в тот или иной момент начнет инвестировать и активно развивать проект. То есть таким образом через сетевое построение корпорации на сегодняшний день и развивается проект, к сожалению, либо, к счастью, но другого способа развития и достижения тех результатов, которые обязательно покажу вам, дорогие друзья, его не было. На сегодняшний день самой крупной инвестицией через народное финансирование является 330 тысяч долларов от одного человека. Естественно, это уже по договору. Конкретный человек приезжал, подписывал на Экотехнопарк, потому что сумма достаточно крупная. Но у нас уже также планируется инвестиция, и мы ожидаем это даже, возможно, до конца 2016 года на миллионы долларов. И, собственно, таких инвестиций будет прибавляться все больше и больше, так как за нами очень много наблюдает крупных финансистов, потенциальных инвесторов и крупных венчурных фондов. А на сегодняшний день все мы с вами финансируем, и это наша с вами заслуга, наша с вами выполненная уже миссия. Но многие устают бежать в марафон, и тот, кто добежит чести и хвала, тот, кто устанет и остановится передохнуть. Собственно, ничего страшного, так как сегодня эстафету перенимает и Европа, и все мы финансируем четыре направления. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, и это высокоскоростной транспорт, и, естественно, это легкий прогулочный, спортивно-экскурсионный транспорт. И почему все эти люди выбирают струнный транспорт и транспорт SkyWay? Потому что это будет дешевый, безопасный, эффективный и, естественно, высокоскоростной способ перемещения из точки А в точку Б, что на сегодняшний день недоступно и невозможно. Если вы мне скажете, что есть самолет, я задам простой вопрос. А каким образом с Москвы до Владивостока добраться на самолете? Я уж не говорю про поезд, что вы почти неделю будете ехать на поезде, самолет. Какие ресурсы финансовые нужно затратить, чтобы добраться? И сколько топлива тратит авиакомпания, чтобы доставить вас из Москвы во Владивосток? Ну, если говорить про долговечность путевой структуры, то, естественно, это будет намного более долговечно, чем ремонтировать каждый сезон, что у нас происходит на территории Российской Федерации. Путевая структура будет служить фактически как висячие вантовые мосты, то есть в районе века. То, что это абсолютно экологичное направление, на сегодняшний день пока что нас не поддерживают на высшем уровне по организации объединенных наций, хотя были получены два гранта по развитию и улучшению городской инфраструктуры. Гранд ООН ХабитАп. И, соответственно, это также наша история. В недавнем времени, чуть более шести месяцев назад, был получен Гранд ПРООН, зелененные крыши. И это ноу-хау, который используется при строительстве станций и так далее. И, соответственно, то, что технологии инновационные, я думаю, что ни у кого не возникает сомнения. Ну и, соответственно, ресурсность и ресурсосберегаемость, ту, которую представляет технология SkyWay, фактически не может сравниться ни с одним транспортом на сегодняшний день. Но, естественно, многих интересует, почему действительно будут корпорации, заказчики, страны, государства выбирать технологию SkyWay. В чем заключаются технические характеристики и технологические особенности? В первую очередь, буква А, аэродинамика, дорогие друзья. То есть, коэффициент аэродинамического сопротивления лучше, чем у современного Mercedes GLS. Лучше, чем у Bugatti Veyron. У Mercedes GLS 0.37, у Bugatti Veyron 0.36. В 100 раз лучше у высокоскоростного подвижного состава и даже у Unibike. И, соответственно, можно сравнивать аэродинамику современной спортивной военной авиации. И поэтому складывается такой эффект, как серьезная экономия топлива и материалов, как при эксплуатации, так и при строительстве. Если переводите на численные показатели, числовые показатели, то расход топлива Unibike, я пока что даже не буду говорить, но расход Unibus 2-3 литра на 100 километров, в зависимости от типа исполнения, либо он подвесной, либо навесной. И примерно 20 киловатт при перемещении 50 пассажиров. То есть, это фактически как сильно забитый автобус современный. А сколько топлива он расходует? Современный седан, малолитражка даже, возьмем, расходует, предположим, 6-7 литров на 100 километров. Ну, мы не берем в расчет такие факторы, как пробои колес, как вообще смена, замена резины. И, собственно, вот у меня знакомый недавно поймал в Челябинске вообще гаечный ключ в колесо. То есть, как он там оказался, неизвестно, полностью пробил и вошел достаточно плотно. То есть, вот даже подобные инциденты, естественно, на втором уровне подобных инцидентов не будет. Естественно, не будет вопроса по безопасности. И SkyWay сэкономит миллионы человеческих жизней, которые теоретически могут погибнуть, соответственно, в будущих авиа-автокатастрофах. И, дорогие друзья, я могу сказать, что, да, вот, Олег Марсенюк правильно подсказывает, что 280 грамм на 100 километров при скорости 150 километров в час. И 2080 грамм на 100 километров, если не ошибаюсь, при скорости 500 километров в час. И, соответственно, если говорить про саму путевую структуру, по сравнению с традиционным рельсом, то это абсолютно иная путевая структура. В первую очередь стоит помнить, что это предварительно напряженная конструкция. Я всегда привожу пример, когда у меня есть под рукой какой-то провод. Я натяну провод. К примеру, я располагаю два провода параллельно. И могу положить на них даже степлер, даже свой сотовый телефон, даже стакан воды, если он будет держаться. Если чуть-чуть ослаблю, вся эта конструкция рухнет. Анатолий Эдуардович объясняет на скрепках. И причем это объяснение в том числе и крупным инвесторам происходит. Для тех, кто не желает углубляться далеко в физику, в сопромат и так далее. Возьмем скрепки и располагаем их сначала параллельно, потом поперек ставим скрепки. И так вот как бы конструкцию небольшую. Постучим по столу, то есть имитация землетрясения, либо сдуем имитацию урагана. Соответственно, вся эта конструкция рухнет. Что произойдет вот с этой конструкцией? К примеру, даже если располагается она на опорах. То есть ничего с этой конструкцией не произойдет. То же самое касается наводнений. Естественно, если уровень воды будет выше путевой структуры, то путевую структуру скроет под водой. Но с самой конструкцией ничего не произойдет. Поэтому вот сам принцип, заложенный в струнной путевой структуре, я не говорю, что предварительно напряженные стальные проволоки, пучок стальных проволок, он также закрепляется. Далее идет омоноличивание спецбетоном, который, кстати, разрабатывается на базе ЗАО «Струнные технологии». и был разработан по спецтребованиям, которые нам необходимы по особой текучести, быстроте схватывания и возможности прокачки на километре. Далее ставится головка, инновационная головка рельса. Но это не те инновации, которые у нас на сегодняшний день в Сколково и так далее. Это реальные инновации, дорогие друзья. И, собственно, все это замечательно, все это супер. Но вы мне зададите вопрос, Алексей, а что на деле? То есть вот эти все вебинары, дорогие друзья, я слышал, и это был единственный материал для меня в 2014 году. Я поверил, инвестировал вначале свои первые тысячи долларов, потом больше, больше. Естественно, развивал сеть, естественно, оповещал людей. Кто-то также инвестировал, кто-то наблюдал. То есть таким образом росла инвест-проводящая сеть. И сегодня есть очень железобетонный и хороший аргумент, как строительство. То есть посмотрим на текущий слайд. 29 июня был заключен договор аренды в городе Марина-Горка. И далее началось строительство. В режиме быстрой перемотки, так как нет времени тратить сейчас на это время, посмотрим, что строительство велось. То есть все даты указаны. Я сброшу данную презентацию в чат. Чуть попозже, в скором времени, потихоньку она будет переведена на английский язык. И также наши коллеги на другие языки сейчас переводят, региональные лидеры. И действительно началась стройка на народное финансирование. То есть зимой были установлены уже 19 промежуточных опор. 19 является железной. И несмотря на различные испытания природных условий, вообще разница температур заложена 100 градусов на всякий случай, так скажем. И струнная путевая структура может строиться на любом типе рельефа, местности и поверхности. И далее мы видим, соответственно, что действительно строительство развивается. Были у нас разные этапы. Октябрь прошлый был в плане финансирования очень тяжелым. То есть были определенные риски. Сейчас об этом можно говорить. Но, соответственно, то, что уже мы достигли, это достигнуто. И этому невозможно не радоваться, потому что это наш с вами заслуга. И, соответственно, 23 апреля мы видим уже смонтированные инновационные струнно-интеллектуальные ограждения. Вот, пожалуйста, если говорить непосредственно про него, то вот я на этот слайд обязательно перейду, потому что это тоже достаточно серьезная веха. Когда был экофестиваль, приехали некоторые наши инвесторы, сподвижники. И вот в таком виде уже была анкерная опора, совмещенная с транспортно-логистическим узлом. Соответственно, далее продолжилось строительство. В мае началось параллельное строительство легкой прогулочной трассы, то есть это юнибайки. И далее уже вторая анкерная опора городской пассажирской скоростной трассы начала возводиться. В июне приехали во второй раз наши коллеги-австралийцы. И, соответственно, что касается крайних месяцев, то я могу сказать, что строительство просто колоссальными темпами развивается. Думаю, это заметно по фото, которое взято как с фото, так и с видео новостей, как хронология для тех, кто присоединяется к проекту. И, дорогие друзья, 22 июня в каком виде находится первая анкерная опора, 30 июня, соответственно, это вторая анкерная опора. Вот вторая анкерная опора продолжает строиться. Что примечательно, 8 июля, точнее, 15 июля мы уже начинаем параллельно строительство грузовой трассы. И, соответственно, все продолжается, так как финансирование относительно налажено. Но, естественно, нам нужно еще также и реализовывать высокоскоростную трассу. Поэтому, дорогие друзья, я могу сказать, что задел и интерес у тех людей, кто присоединяется к проекту, он есть, он сохраняется. Поэтому, собственно, и финансирование увеличивается, и схема народного финансирования действительно работает. Я уж не говорю про то, что уже, несмотря на эти слайды 19 июля, уже один к одному готовы машины, подвижные составы Skyway, которые будут представлены на выставке и на транс. То есть, 22 июля, вы видите, фактически достроена вторая анкерная опора. 12 августа в масштабе один к одному вы видите уже представлены, и, соответственно, эти моменты запатентованы. Поэтому представлены Unibike и Unibus. Это инновационное кресло, также показано на фотографиях, велопривод наших Unibike. И 17 августа вы видите уже, в каком виде находится вторая анкерная опора. Продолжается, естественно, работа по монтажу городской пассажирской трассы, за параллельное которое строительство. Проведены проверки по корректности расположения установки опор. То есть, высота действительно была соблюдена очень четко. И, соответственно, уже осенью мы ожидаем монтаж путевой структуры, то есть, натягивания и монтаж так называемых струн. И 19 августа вы видите уже продолжение строительства грузовой линии. Вот то, кстати, технологическое отверстие, которое вы видите на второй анкерной опоре, оно не предполагалось и в ходе и оптимизации, и в ходе и максимальной эффективности работоспособности второй анкерной опоры Анатолий Эдуардович Веницкий данное техническое решение принял, так как подвижной состав будет перемещаться на данной трассе с высокими скоростями, соответственно, будет возникать и аэродинамический удар, и данное технологическое отверстие будет как своеобразная подстраховочная подушка. И вы видите 29 августа, уже на каком этапе строительства находилась первая анкерная опора, ну и, соответственно, 2 сентября. Также фотографии имеют место быть, то есть мы видим уже то, что происходит, будет фактически достроена вторая, первая анкерная опора, и уже фактически будет остекление вестись, то есть чуть попозже, когда будет выступать Сергей Анатольевич, я загружу этот файл, обязательно и покажу. То есть это и есть основной аргумент при общении с крупными инвесторами на сегодняшний день, и это и есть основное доказательство того, что проект развивается, что действительно то, что мы декларируем, мы продемонстрируем, и действительно как бы нет никакого затормаживания движения по этапам. Соответственно, мы выйдем на демонстрацию, которая планируется до начала зимы 2016 года, и в движении продемонстрируем технологию Skyway. Ну а о том, что было еще в городе Озеры, то есть меня тогда в проекте не было, я могу говорить только со слов Сергея Анатольевича. Расскажет Сергей Анатольевич, это тот человек, который развивает проект Skyway более 16,5 лет, ранее являлся серьезным государственным чиновником, в налоговой службе работал, то есть очень серьезные посты чины занимал, и также параллельно развивал проект Skyway, помогал проекту Skyway, ну и сейчас всецело поглощен развитием проекта Skyway и обучает всех активистов, включая меня. То есть это действительно школа, школа Skyway, которую все мы проходим. Сергей Анатольевич, вам слово. Сергей Анатольевич, вам слово. Рождается сейчас новый концепт, очень такой серьезный, именно с точки зрения футурологии. И просто вот со своей точки зрения могу сказать, что когда мы начинали, ну такой небольшой горской вот в начале 2014 года, когда Юницкий объявил о том, что мы будем делать краудинвестинг, вот я сразу могу сказать мне, Тамара Эдуардовна, приветствую вас, всегда рады видеть, всегда рады, так сказать, это участвовать. Вот тут сразу говорю, я тут пока делал, тут чистил, тут активизировались эти тодики, которые портят нам, пытаются испортить нам жизнь. Ну, сейчас мы во второй части вебинара пообсуждаем еще ряд событий, которые сейчас происходят, поэтому это как раз, да, друзья, в преддверии того, что начинаются серьезные дела, поэтому это и начинаются серьезные игры, так что это обсудим, поэтому я тут сколько мог, тут одного очень деятеля такого выкидывал, но он все равно сейчас через некоторое время заявится, то есть это такие специализированные тролли, задача которых испортить. Вот, но это, друзья, специфика работы в интернете. Я не сторонник отключать чата, я сразу говорю, я не сторонник. Поэтому сейчас вопрос, не то что вопрос, а вот я с Алексеем смотрю, как ведет и как сейчас презентует проект Алексей, конечно, это очень приятно, то есть выросла целая такая плеяда сейчас уже профессиональных людей, которые могут донести информацию о проекте, которые могут ответить на все вопросы. Если еще год назад я сомневался поехать куда-то или мне, или Алексею, там у меня было, то сейчас я абсолютно уверен, что Алексей презентует проект, доводит информацию во многих вопросах даже лучше, чем я. И это всегда, друзья, приятно. Поэтому, когда смотришь, как растет молодежь, особенно такая талантливая молодежь, конечно, это все очень, ну, так сказать, очень серьезно. Поэтому для новичков, кто сейчас только подсоединяется, особенно в Перископе, кто смотрит, ну, параллельную трансляцию сейчас делаем в Перископе, вот, не так работает это, как нам хотелось бы или как предполагалось, но пока оставим такую форму, хотя бы просто, друзья, для того, чтобы приучать, и вы смотрите, что есть возможность смотреть трансляцию в Перископе, особенно, особенно в преддверии Берлина. Потому что Берлин, это будет интереснейшее событие, это будет три дня работы, там будет огромное количество делегаций. Я даже сейчас, ну, просто, друзья, боюсь предположить или сказать, сколько и кого будет там, начиная с заявок, и людей, которые подтвердили, что они будут на берлинской выставке, ну, просто сегодня неимоверное количество. Но что мы четко будем делать? У нас там будет работать обязательно съемочная группа, операторы, мы будем брать интервью, все, кто будет подходить, показывать, все заснимем. Вот, это работа именно стенда Skyway. Вот, поэтому вы будете иметь полную картину о презентации рода Хука, о тем, с кем он общается, кто ходит, потому что там не один десяток будет министров и чиновников высокоуровня, которые будут именно ориентированы на Skyway, для того, чтобы его показать. Потом еще, что очень будет важно и интересно, мы с Алексеем обязательно вам покажем все стенды, которые будут на Инотрансе, то есть там более 200 компаний представлено из, там, по-моему, там 28 или 30 стран, не помню сейчас по сайту. Вот, соответственно, это тоже будут интересные инновации, это будут интересные презентации, это будут интересные доклады. Обязательно тоже, друзья, все это покажем, сделаем. То есть это будет такая очень живая и серьезная работа, поэтому там желательно снимать на 360 градусов, да, друзья, снимать будем много, будем показывать. Поэтому сразу говорим, что кто еще не подключен к Перископу, потому что другой возможности это будет только в записи смотреть репортажи. Ну, как я понимаю, что всегда вживую это интересно. Ну и, соответственно, будем брать интервью и общаться с теми людьми, которые будут интересоваться именно проектом SkyWay. Вот, поэтому мы плавно так переходим к теме нашей главной сегодня, ну, скажем там, обсуждения на вебинаре. Это будет во второй части, где мы будем сравнивать, то есть сейчас в преддверии берлинской выставки наши, там, скажем так, противники сделали очень такой вход в Белоруссию. Казалось бы, сначала я даже не воспринял, что это очень серьезно, но последствия, которые начинают разворачиваться. Поэтому во второй части мы прокомментируем и сделаем, и часть даже обсудим с вами вопросов, связанные именно сейчас с информационным пространством вокруг проекта SkyWay, на тех этапах, в которые мы сегодня находимся. Вот, поэтому сейчас для нас очень ответственный момент, потому что, ну, начнем с того, что 16 октября – это трехлетие проекта. Именно проекта SkyWay, который вышел с этим брендом, именно вышел в логику народного финансирования, который Юницкий предложил три года назад. И вот сейчас я вижу комментарии, как все проходит. Конечно, друзья, не все поняли, не все восприняли эту идею, и тут я не исключение, я был один из первых, который не понял, и когда Юницкий сказал, что мы работаем по логике SkyWay, по логике народного финансирования, то я, честно говоря, несколько был озадачен, потому что я понимал, насколько сложный проект, насколько технологически он будет вызывать вопросы и возражения, и когда мы еще применяем к нему краудинвестинг, то это очень сложно, ну, краудинвестинг – это уже термин тоже, который родился потом, а тогда это MLM, это сетевое построение, вот насколько это сложно будет восприниматься. И я не сразу, то есть, когда мне Анатолий Владимирович предложил включиться в эту работу, не сразу согласился. В октябре они начали эту работу, то есть создали компанию, начали уже продвигать именно под краудинвестингом, и только с февраля 2014 года, то есть спустя два с половиной месяца, вот я все-таки включился в работу, потому что Анатолий Владимирович попросил мне именно доводить информацию, а так как я уже 16 лет знаю о проекте, все это время я читал лекции, все это время я рассказывал огромному количеству и разным аудиториям. Естественно, что эти навыки, они были востребованы, и все вебинары, которые мы начали проводить изначально, сейчас я могу сказать, что основные, ну, основные, все, кто получил информацию, они как раз вот шли из сначала наших совместных вебинаров с Антон-Даршем, Юницким, мы делись с ним вдвоем, потом я уже один стал проводить эти вебинары, ну, то есть по разным темам, вот, поэтому, ох, тут один какой-то противный, этот самый, тут насколько надоедливый, я его уже раз 20 выкинул сегодня, это самое. Алексей, возьмись ты тогда, смотри по последним, кто регистрируется сейчас, вот, там вот один гаденыш, все постоянно, так сказать, входит, вот, это самое. С одной стороны, не обращать на него внимания, но с другой стороны, их задача это портить просто нашу работу, вот, поэтому здесь отвечать, естественно, на эти вопросы смысла нет, потому что их задача сбивать, ну, как вы видите, отчасти получается сбивать, потому что отвлекается, так само. Поэтому, Алексей, как я говорил, самое просто, по последним, кто регистрируется, просто удалять их надо, из этой, просто мы эту работу будем ставить на поток, и это наше право, это мои вебинары, вот, соответственно, чтобы на них не присутствовали всякое время. То есть, с одной стороны, можно пойти по логике, это закрывать чат, но я не сторонник, я все-таки, чтобы чат шел свободно, и может быть, даже друзья, сейчас вот тоже сейчас будем обсуждать во второй части, именно, уже такую атаку информационную в более крупном масштабе, вот, не просто тролль, который один, а с другой стороны, может быть, пускай гаденыш пишет, будем все просто читать, смотреть, что он может сказать, и какие у него, как бы, там вопросы, тем более, что вопросы все чисто провокационные, чтобы спровоцировать пространство. Поэтому давайте посмотрим, может быть, наоборот, пускай заходит, пускай пишет, так сказать, заодно можно будет и смотреть, какая у них аргументация. А в основном она, как бы, очень, скажем так, тупая, очень тривиальная, не замечать абсолютно никаких фактов и абсолютно все смешивать с дерьмом. То есть, это их суть. Вот. Но опять же, друзья, мы отвлекаемся делами на это только потому, что все это идет в преддверии Берлина. Берлин — это мировая презентация. Я поговорю еще на второй части, почему сегодня такое значение именно придается и что значимого произойдет именно в мировой системе концепции транспорта и почему сегодня Skyway реально заявляется о том, что это компания, которая тетендует на лидерство сначала в концепте, а потом уже и в производстве непосредственно технических средств и электромобилей второго уровня. Почему сегодня концепты, которые выходят просто в электромобиль, это не совсем то решение, которое требует сегодня именно кардинального изменения в транспортной отрасли. Поэтому это тоже очень важно понимать. И здесь я могу сказать, что есть люди, которые с нами по идеологическим, то есть они понимают технически, что происходит. Есть люди, которые работают с нами, потому что они интуитивно приходят к тому, что мы делаем. Я практически не встречал людей, цели, задачи, которые ставят, это вложить 100 долларов и на них потом получить миллион долларов и заработать. Потому что в такую утопичность или в такой рост сегодня мало кто может себе представить. Поэтому большинство людей, которые сегодня с нами и кого я знаю, соответственно, это люди, которые сознательно пришли в проект, которые сознательно изучают, принимают решения, и они с нами, потому что им интересно этим заниматься. И с такими людьми тоже всегда интересно общаться. То есть я очень много езжу по регионам, по городам, вот сейчас уже по странам, соответственно, везде интерес к проекту только возрастает. Это я могу сказать сейчас по представлению уже подключения новых регионов и новых стран. Я, допустим, не представлял какое-то время назад, еще год назад, мы отработали два года, и я не представлял, что Европа, европейские инвесторы могут по объему сегодня привлеченных инвестиций обогнать Россию, Белоруссию, Украину, Казахстан. Я считал, что только русскоязычные, только те, кто нам близки по менталитету, могут инвестировать в проект русского, белорусского инженера, в компанию менеджера строительства эко-технопарка, который находится в Марьиной горке. Но тем не менее, друзья, я могу сказать по показателям, сегодня европейские инвесторы уже далеко обошли по объему привлеченных инвестиций из России, из Белоруссии. Это для меня был просто, ну, скажем так, непредсказуемый год назад. Я бы в это даже не мог поверить, что это может произойти. А сегодня по мере подключения уже именно мощнейших структур, мощнейших лидеров из Европы, которые именно участвуют таких очень крупных проектов, там, на десятки, сотни и сотни миллионов долларов, они сегодня ведут с нами переговоры, они крайне интересуются, потому что проект стал для них интересен. Это уже с точки зрения демонстрации. И как раз если те, кто грамотные технологи, грамотные инженеры, такие как Ротхук, ему надо было для того, чтобы изучить там полгода и потом приехать и познакомиться лично с инженером Юницким, и лично посмотреть на Экотехнопарк, то очень многие крупные фонды, они сегодня присматриваются, и они все-таки ждут сегодня, ждут начала демонстрации, ждут начала испытаний, ждут начала уже именно полевой работы, ходовых испытаний. И это, друзья, как раз уже осталось небольшой период времени, прямо после берлинской выставки, когда будет монтироваться уже путевая структура, она начнется буквально вот днями, начнет монтироваться, то есть уже репортажи на прошлой неделе вы видели, что идет монтаж путевой структуры в цехах сегодня. И по мере того, как это будет изготавливаться, где-то прям, ну во всяком случае, вот я с Антон Голдарчем разговаривал, он сказал, что вчера или позавчера, он говорил, что когда будет идти берлинский инотранс, в это время будет идти монтаж уже в поле, и прям можно показывать прямые в трансляции, прямые включения, когда прям можно будет из Берлина видеть строительство и монтаж путевой структуры. Поэтому, ну, я тоже об этом остановлюсь во второй части, потому что, ну, как раз на этом есть определенная логика, которую сегодня мы довольны. Поэтому для новичков, друзья, конечно, вы понимаете, ну, новичок не в том плане, что новичок в инвестиционном бизнесе, а просто тот, кто только услышал о проекте, только тот, кто включился, то вы, наверное, изучая информацию, видите, что информационное поле и то, что делает, ну, в интернете происходит, очень бурное, как бы, это много и положительных отзывов, много отрицательных отзывов, поэтому здесь надо разбираться, надо изучать, надо смотреть. Очень много дают личные встречи, потому что со мной, вот, люди, когда я провожу конференцию, они говорят, ну, ту информацию, которую они получают, ее просто нельзя сравнить. Более того, у меня даже тут один очень наш интересный партнер признался, что я год смотрел там, ну, и выборочные вебинары, и они на меня производили очень, ну, скажем так, такое впечатление, что на уровне бла-бла-бла, но после личного общения, после представления, конечно, представление о проекте изменилось, и, конечно, так сказать, совсем другое, качество совсем другое. Ну, это, друзья, конечно, и есть как раз специфика и интернет-представления проекта, и личного общения. Потом, друзья, мы сразу можем сказать, что при личном общении и встрече есть ряд информаций, которые нельзя просто выдавать сегодня на вебинарах, под запись, в эфир, потому что есть ряд информации, которая ограничена для, вот, а при личных общениях, конечно, есть ряд аргументов, которые можно приводить, ну, и вообще личное общение, оно, конечно, резко, резко отличается, вот, поэтому сегодня для тех, кто только подошел к проекте, мы обычно заканчиваем, у нас первая часть вводная, которую делает в основном Алексей, вот, именно как доведение информации, я обычно включаюсь просто как подведение, как, скажем так, действительно, как человек, который не один десяток лет уже в проекте и знает Юницкого, и знает, и тот, кто сегодня ведет именно и научные споры на самом таком интересном научном, то есть мы подвели под это, уже исходя из инженерной школы Юницкого, мы подвели сегодня концепцию технологических укладов, технологического развития, мы с Алексеем создали еще и новое направление футурологии, назвали это практикующая футурология, то есть это тоже очень интересный момент, и здесь немножко, как говорилось, у нас в ноябре будет тоже такой дебют своеобразный, мы будем на мировом таком футурологическом съезде показывать свою концепцию и перед такими очень большими бонзами, скажем так, футурологии отстаивать свою позицию, это у нас тоже будет некая такая научная футурологическая премьера. Ну, друзья, посмотрим, вот, здесь, как Алексей всегда говорит, очень такая фраза, все бы это ничего не стоило, этого бы ничего, не было смысла говорить, если бы не проводились испытания, если бы не строились сегодня действующие уже испытательные стенды путевой структуры, подвижного состава, не проводились продувки в аэродинамических трубах, не испытывались уже узлы и агрегаты машин, и, собственно, уже две первые машины, два электромобиля 21 века, то есть нового поколения, уже не будут продемонстрированы мировой общественности в Берлине, поэтому, друзья, это уже сделано, это уже можно говорить, как свершившийся факт, и здесь, опять же, со слов Юницкого, он очень переживал по поводу того, что машина, особенно Юнибайк и Юнивус городской, 14-местный, будут, ну, скажем так, несколько качества, соответственно, как говорят, на коленке сделаны и так далее, но то, что я видел, я всегда говорил, Антон Дович, не переживайте, потому что я не мог представить, что Юницкий сделает плохо машину, вот, ну, и тут он мне позавчера сказал, что не стыдно эту машину показать на мировой выставке, и это действительно уровень мирового класса автомобилей, которые представят там крупнейшие компании, которые лидеры в сегодняшних направлениях, и мы однозначно в эту линейку дадим очень достойную машину, а с концепта, именно с концепта, который она представляет, это, конечно, другой уровень, и здесь, после сентября Берлина это станет, друзья, очевидно все. Поэтому обычно, когда мы подводим черту, то фраза, которую я всегда произношу, говорю о том, что, друзья, за 15 лет мир изменился до неузнаваемости, благодаря интернету и IT-технологиям, то вам сейчас надо привыкнуть с мыслью, что за ближайшие 15 лет мир изменится еще более радикально. Это трудно сегодня, друзья, представить, потому что мы сейчас, вот готовясь к вот этому мировому, мировой презентации, не в Берлине уже машины, а именно идеологии, футурологии, которая стоит на основе инженерной школы Евенецкого, я могу сказать, у нас у самих мозги плавятся, потому что то, что мы сейчас описываем, показываем, и как будет мир выглядеть через 5, 10, 15 лет, я одно могу сказать, что все, вот кто сейчас говорит, друзья, вы даже не представляете, как это будет. Вы даже не можете частично представить, как это будет выглядеть. Так же, как люди, которые чуть постарше, в 90-м году, вы вспомните, что мы не могли представить, что такое ноутбук, что такое смартфон, что такое iPhone, что такое USB, что такое перископ, WhatsApp, Skype и так далее. Мы таких слов не знали, мы не знали, как на Xerox копию снять, понимаете, а сегодня это реальность, и если мне кто-то скажет, что это ничего не изменило, и в 90-м году, если бы кому-то начали описывать GPS, то есть это маленький телевизор, который связан со спутнику, показывает карту, и нежным женским голосом показывает еще и куда ехать, и это в 90-м году для вас было бы абсолютно реально, то, ну тут вот про 3D, друзья, 3D принтер это такой детский сад по сравнению с тем, что реально будет происходить. Вот сейчас, Александр, 3D принтер это сегодняшняя уже реальность, как то, что сегодня печатать на бумаге, а то, что реально будет как строиться и делать. Но я буквально тремя словами вам расскажу в следующей части. Так вот, надо привыкнуть к мыслю и четко понимать о том, что это будущее уже реально, и мы его создаем. И мы создаем его общими усилиями, мы создаем его с краудинвестинговой платформой, мы создаем компанию, которая будет реально выводить новый продукт, которым будут пользоваться миллиарды и миллиарды людей, а все остальные, друзья, кто в это верит, кто не в это не верит, есть одно мерило, друзья, нас рассудит только время. Поэтому, если вы не верите, если вы сомневаетесь, отойдите чуть в сторону, подождите, посмотрите, то есть подождите два месяца, мы покажем начало испытаний, начало демонстрации, подождите полгода, закончится испытание, будет сертификация и начнется строительство адресных, подождите еще год, уже будут введены в эксплуатацию первые адресные проекты, подождите два года, уже выйдем на скорости свыше 300 и будем приближаться к 500 км в час, будут уже десятки и сотни адресных проекты. Поэтому можете ждать сколько угодно, в зависимости от того, это право каждого. И сегодня, если у нас 100 тысяч, ну уже больше 100 тысяч активных инвесторов и более полумиллиона людей, которые уже участвуют в проекте, хотя бы как наблюдатели, это говорит о том, что это много, но это, друзья, по сравнению с населением Земли, это ничтожно мало. Поэтому, друзья, движемся, делаем поэтому, кто получил исчерпывающую информацию о Skyway и вы нас покидаете, я с ними прощаюсь. А с остальными, друзья, кто все-таки будет работать с нами в проекте и кому интересно получать информацию, вот, значит, друзья, как всегда, 2-3 минуты, ну там 3-4 минуты у нас перерыв на последние репортажи, последние новости. И потом переходим уже к расширенному технико-экономическому вебинару, вот, тема которого сегодня будет, это 2 статьи, которые вышли за последнее время про Skyway, группой журналистов, которые побывали на Экотехнопарке за последний месяц. Все, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok